Если мы неправильно и сегодня решим национальный вопрос, мы не двинемся с места. Сегодня экономика в большинстве своем буксует именно из-за этого. Никто не хочет вкладывать деньги, развивать производство, никто не знает, какая это будет территория. Какой флаг будет развиваться над этой территорией. Я сразу скажу, что я против того, чтобы хоть один метр советской территории оказался под юрисдикцией чужого иностранного флага. Отказ от национального деления страны на регионы по национальному признаку. Потому что ни в одной стране мира такого нет. Должны быть регионы, пожалуйста, области, губернии, как хотите, департаменты, штаты. Но национальное деление провоцирует гражданскую войну. Провоцирует осложнение и постоянное будирование национального вопроса, который самый сложный, самый больной. И нигде ни в одной стране мира до сих пор не решен. Потому что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Ведь я вам объясняю, как юрист международник. Если мы подписываем этот договор, Турция заберет Севастополь. Вы же дипломат, министр Иванов. Объясните им, как Крым отошел к России. По ключу к канаджирскому мирному договору, в котором есть строчка. Если когда-либо юрисдикция России не будет над Крымом, Крым возвращается в Турцию. Пройдут годы, вырастет новое поколение. Оно накажет всех и за Беловецкие соглашения, и за 91-й, и за 98-й год. Все, что сегодня на Украине делается, это прозападные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Курды – это ключевая карта Ближнего Востока. Они сметут любой режим. Это сильнее, чем талибы. Это в сотни раз сильнее, чем чеченцы. Поэтому они в перспективе будут как бы способствовать гибели Турции. Гибели Турции. Обеспечить курдам базу для руководства боевыми действиями против Турции. И держать Турцию по двум позициям. Курды, как повстанческая армия, которая, если дать ей необходимое количество оружия, сметет Турцию начисто. И наш газ. Сейчас экономически повышаем цену на газ, или прекращаем подачу, и Турция на коленях. Или даем оружие курдам. То есть можем заблокировать Турцию с двух сторон. А если добавить еще две стороны, Кипр и Греки, и Армения, то Турция будет полностью под нами. Просто турки сами должны понять, если они будут проводить антирусскую линию, то у нас есть рычаги давления. Мы начинаем помогать курдам. Следующий президент у вас будет мусульманин и негром. Ваш будущий президент это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист. Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит. Ни США, ни НАТО. Про флот забудьте. Флот русский никогда из Севастополя не уйдет. И никто к нему не прикоснется. За газ будете платить по мировым ценам. И русский язык будет иметь свободное хождение на Украине. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Это население уже 70 миллионов, а было 17. Чувствуете цифры? В 5 раз увеличилось за 60 лет. А мы остались в том же положении. Они еще раз в 5 раз могут увеличиться. Но я беру по минимуму 150 миллионов турок через 30 лет. А у нас будет уже 100. Иран будет 150 миллионов, а у нас только 100. Афганистан с Пакистаном 200 миллионов. И вот это 500 миллионов это крупное исламское государство. Объединенное религией. Это не советская идеология. Портреты повесить Ленина, Маркса. Это религия вековая. Там, где революция, это дураки руководители. Ничего не понимаешь. Вот на Украине тоже будет революция. Потому что Янукович не знает, кому себе продать подороже. И так всегда было. Хоть до вхождения в состав России. То они со шведами, то они с поляками, то с турками, то с русскими. Это наглость Немцов, это вот Троцкий сегодня. Это ждет своего ледоруба. Я не хочу этого. Но без ледоруба он не уйдет никуда. Никуда. Вот новость, которая пришла с пометкой «Срочно». В Москве убит известный политик Борис Немцов. По предварительным данным, неизвестный, четыре раза из пистолета выстрелил в политика и от полученных ранений Немцов скончался. Куда будут направлены действия озверевших карателей? Они кровяно пились. Теперь им нужно награды получать и звания получать. Начнутся диверсии в Крыму. Они собьют самолет какой-нибудь пассажирский. И все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной. Люди будут бояться пользоваться паромами. Надо же все это в совокупности брать. Внимание мировых СМИ приковано к последствиям авиакатастрофы на востоке Украины. Пассажирский «Боинг-777» малазийских авиалиний был сбит на высоте свыше 10 тысяч метров в 80 километрах от Донецка. На борту находились почти 300 человек, включая экипаж. Продолжение следует...